Получите информацию о пешеходе на дороге, о вскрытии колодца, о работе уборочной техники. С помощью умной дороги водитель сможет предвидеть обстановку в пути. Благодаря новой технологии улучшится логистика, повысится безопасность на дорогах, снизится смертность. Датчики системы реагируют на вибрации движения объектов и на звук. Независимо от погодных условий оповещают водителя, который подключен к системе. Автомобилистов такое новшество радует. Очень классно, что появляется такая система помощи водителям. Это снизит аварийность на наших дорогах, поможет водителям передвигаться по городу, снизит количество пробок. Очень радует, что такая система появляется именно в Самаре, что Самара лидер по внедрению данной платформы. Меня она очень порадует. Платформа также может выдавать рекомендации и собирать статистику для улучшения безопасности дорожного движения. Новую систему испытывают в Самаре на Московском шоссе, а также в других городах и районах области. Всего около тысячи километров дорог. Я не думаю, что это перспективы ближайшего года или двух, но в перспективе пяти-семи лет я уверен, что это может стать стандартным. Коллеги говорят, что в Европе автомобили оснащаются уже соответствующим необходимым оборудованием для приема сигналов, передаваемых в соответствующих программно-аппаратных комплексах. Плюс, насколько я владею информацией, АвтоВАЗ также планирует приступить к оснащению своих автомобилей необходимым оборудованием. Самарская область вошла в число 27 регионов, которые получат средства федерального бюджета для внедрения интеллектуальных транспортных систем по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, специалисты начали разработку документов транспортного планирования и проекта создания и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы на территории региона. Наш регион имеет все шансы. Я считаю, что этот модуль мы сделаем обязательным для Самарской области и внедрим под систему V2X в наши интеллектуальные транспортные системы, которые будут интегрированы в единый пункт управления транспортной системой региона. Планируется, что новая система станет стандартом для беспилотного транспорта. Елена Малютина, События.